бизнес бизнес является порождением эгоизма то есть если люди бы так если пофантазировать занимались бы правильно своим земным обустройством то они бы создали бы такую цивилизацию в которой все бы существовали в равных условиях все бы обслуживали бы себя сообща сообща заботились бы о детях о внуках о себе и все это занимало бы у них минимальное количество сил и времени потому что ни на что лишнее они бы не тратили себя берегли бы землю природу экологию и так далее поскольку эгоизм рвет человека всегда выше выше дальше больше других особенно относительно других мы имеем себя и так далее то естественно здесь возник этот бизнес то есть как я использую других себе на пользу и чтобы это было еще к тому же и законно чтобы ничего мне за это не было вот тут и возник так сказать этот бизнес с всевозможных рыбологических стадий устройств цивилизации и до нашего времени в принципе это подчинение человека человеку это практически тоже рабство только она более скрытая цивилизованная такое прикормленное и так далее но в общем это 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 использование одного другим я каббала утверждает что это все временное наше состояние потому что все равно это со стороны природы должно кончиться как только мы выходим на уровень когда мы можем осознать себя как интегрально существующими зависящими друг от друга то все наши эти взаимодействия связи политические экономические финансовые и прочие торговые все они будут рушиться мы не сможем ими руководить владеть мы придем к такому состоянию когда и средства производства и финансы не будут играть в мире практически никакой роли поскольку их подавит с одной стороны человеческий фактор и с другой стороны совершенно новая технология которая сделает все настолько доступным настолько дешевым что в практически это приведет к обесцениванию любых средств упадут все бизнеса практически все бизнесы упадут кроме того что не просто упадут сегодня одни сегодня 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 они держатся на том что разжигаются войны страдания на том что заставляют людей болеть чтобы их лечить и так далее всему этому конечно есть конец человечество все равно развивается так что мы увидим еще много проблем и страданий но все бизнесы на сегодня они построены только на эксплуатации людей на том чтобы сделать их больными и нуждающимися чтобы все можно было чего-то там продать чем-то там наполнить что-то заставить что-то делать выполнять и так далее то есть все это постепенно постепенно отомрет человек в итоге вместе со своим этим депрессивным состоянием придет к тому что он заход пожелает разрушить этот мир и это уже начинается вот с этого фундаментализма арабского исламского вернее и и так далее так что все это конечно или переродиться злым путем то что мы начинаем сегодня наблюдать как начало или добрым путем или посреди кем-то чем-то как то так и так в зависимости от того насколько мы преуспеем объяснить людям что есть еще и другой путь если можно использовать его бизнес правильный бизнес пока болит что это правильный бизнес это который ведут ведет все человечество который ведет отдельная определенная группа людей которые занимаются производством средств производства и производством средств потребления которые направлены только на то чтобы дать каждому рациональный нормальный уровень существования и не более того как для коровы для осла для коня и так далее для для кого бы это ни было любого животного существует нормальная пища которая самая полезная и подобно и и пригодная ему для его функционирования физиологического и никогда корова не будет пить шампанское осел не будет есть отбивные ему надо зерна а корове хорошая трава так и нам нужно нормальная пища здоровая в нормальном количестве качестве и так далее то есть это это необходимо и мы будем этим наполняться а а все остальное мы будем наполнять только за счет подъема своего в следующий сферот на следующие уровни в чем будет мой звание человека чем будет мой моя прибыль в бизнесе нормальной работы в бизнесе никого по никакой прибыли нет все будет все будет построено только на том чтобы давать человеку нормальное прожиточное такое наполнение не более и себе и другим нет конечно это все будет общественная доставка поставка всем и вся это будет конечно большая работа между людей но эта работа входит уже в общение наше в наш духовный подъем то есть вся эта работа она практически будет духовная она будет оцениваться нами как духовная работа и и может быть что все человечество будет понемножку вкладываться в это там час в день или как или будет какая-то группа людей которые будут работать по сменам вахтенным образом пару миллионов сегодня работают пару миллионов завтра другие работают этом и так далее то есть у вас очень четкий вектор вы все время занимаетесь переворотом мышления не бизнес для бизнеса не так этого ничего не будет это все быстро цель сначала цель да сейчас они начинают думать о том как сменить одни бумажки на другие на золото на чего-то еще там как 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 вернуть мир к реальным деньгам как бы к реальной стоимости реальной стоимости уже все равно нет ты ничего не можешь делать когда мир стал интегральным он должен быть как одна семья в семье денег нет в семье все делится зависимости от того что кому положено и все так что здесь уже это не сыграет ничего это не сыграет Продолжение следует...